Мы все разогреваемся для молитвы. Для молитвы. Сначала селом можно разогреть. И все, что вам не дерьмо, вам а люди спают? Такое дело уже не другое. И, знаете, это король труб. Тай вон там. А вот здесь такие люди, которые у вас выше ущербных людей, значит все. Знаете, все легче может быть. Раз-два-три, я так и знаю. Раз-два-три я так и знаю. Тауз говорит, безумнейший из безумных, кто отрицает Бога. Кто создал, говорит, это светило, как золотой диск, который катится по небосводу. Вот земля была бы, если чуть подальше от Солнца, все бы застыло, где жизни не было. Поближе все сгорело бы. Вот точно на таком расстоянии, как сковородка земля, вокруг, говорит, огня, крутится и крутится. Какое оно прекрасное сравнится. При солнышке тепло, а при мамочке добро. О! Какое Господь дал светило! И поднимается, поднимается, да быстро как. Люди в городе сегодня в Барнуве многие видят это? Нет. Нет. А мы видим. Это за деньги разве можно купить? Нет. Вот какой ты богатый будешь, а это нигде не достанешь, потому что это красота Божья. Она разлита всюду и дается даром. Чтобы мы ценили, как велик наш всемогущий Создатель. Про Солнце написано в первой книге Бития, как Бог его сотворил. И заканчивается тем, что и Солнца не будет в вечности. Там Господь Сам будет Солнцем. И делом вечным, не гаснущим. Нас просвещает Солнце, а Дух Святой просвещает сердца. Внешне можно подражать, посты соблюдать, поисочки надеть, бороды отпустить. Все можно сделать. А Бог не просветит сердце, в душе будет тьма. Все будет тяготить тебе. Только когда мой крейс опять в чашку упал, как свинья захлюпал. А когда ты веришь в Бога, тебе все радостно, все объяснимо. Как поют финишки в этот раз. Перепелочки. Это наш Господь. Кто сотворил зеленого прокодила? Кто мир великий и славный? Наш Господь. Слава тебе, Господи, за Солнце Твое, за свет нового дня, которого никогда еще не было. Мы, Господи, не знаем, что нас ждет здесь, но благодарим Тебя. Может, завтра придут нас тут раскулачивать, как было раньше. А мы Бога прославим. Все. Спать пора. Спать пора. Да встали уже. Хватит спать. Ну и последний у нас встал даже. Пойдемте. Помолим-то, Господи Богу. Апостолы, молите Бога о нас. Первый Верховный Петр и Павел, молите Бога о нас. Святые Евангелисты, Матфея Марк, Лука и Иоанн, молите Бога о нас. Для дарует Господь любить хищенному Писанию. И только в Евангелии, как всей Библии. Святые мученики и мученицы, молите Бога о нас. Святой Игнатий Богоносец, Поликарм, Минский, Вестин, Философ, Касмай, Дамиян, Анфим, Некомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон, Целитель 45 мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Миньямин и Иосиф. И все, пострадавшие российские мученики, молите Бога о нас. Пусть да восстанет страна российская для новой обновленной духовной жизни. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Глатаус, Блаженный Амгультина Иеронима, Амбрость, Афанасьев Великий, Хрем Сирин, Антоний Великий, Макарий Иисовский, Серафим Саровский, Сергий Радышкий, Степан Пермский, Иоанн Тобольский, Антраштатский, Иоанн Шанхельский. Молите Бога о нас, все святые, молите Бога о нас, святые жены и деды, легко первомучленцам, спаси нас. Послушаем Слово Божие Евангелие. Давайте. Что нам Господь скажет? Сегодня у нас чтение Евангелия от Луки, продолжение 12 главы. Господь Иисус Христос говорит. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. То есть пища, питье и одежда, не больше. Не бойся малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство. Царство Небесное Бог дает, не просто простую жизнь. Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалище неветшающее, сокровище неоскудевающее на небесах. Куда вор не приближается, и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Чтобы сегодняшний день прожить по совести. Чтобы вечером дать отчет, что мы сделали. Не обидели ли кого? Как потрудились? Как Бога прославили? Да будут чресла ваши припоясаны. То есть поясом должны быть. А пояс означает истинно, что никто неправды не говорит. И светильники горящие. То есть разум должен быть бодрственный. Сердце устремленное к Богу. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака. Так вы, когда придет и постучится час отворить ему. Блаженное рабытие, которое господин пришедет, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам. Он припояшется, опять припояшется. Нет таких, которые распоясаны. Сколько читаем? В одном-то и в одной главе. Все без пояса ходят. Припояшется и посадит их. И подходя, станет служить им. Если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет и найдет их так. То блаженное рабытие. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который сейчас придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Нельзя быть несопривязным, несемерным. Некоторые не любят работать, а как начальник идет, он хватается и в четыре руки начинает работать. А как начальник ушел, он сразу бросил работу, сел и ждет, когда обед будет. Когда в колокол ударят. Еще прочитаем из Священного Писания, мы читаем послание Галатам. По прошествии же веры, мы уже не под руководством детоводителя. Закон был детоводителем. Ибо все вы сыны Божьи и поверили во Христа Иисуса. Все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись. Кто не крещеный, тот без брачной одежды. Почему Киприан Карфагенский говорит, что Господь Бог дарует человеку во святом крещении. Белоснежная туника. Она не бывает великая для младенца и не бывает малая для богатыря. И когда у него был крещен ребенок, он целовал у него грудь и говорил, это вместилище Духа Святого. Как велик день тот для людей, которые крестились. Они затушили адский огонь, который пылал под ними. И теперь дай Бог сохранить это все. Быть чистыми и неповрежденными. Нет уже иудея, ни язычника, нет ни раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского. Ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы всеми Авраамовы. И по обетованию наследники. Мы все наследники записаны у Бога. Записано на Его имя мы христиане. И Бог говорит, даю вам Царство Небесное. Ангелы наши каждый день, каждую ночь дают отчет перед Богом. И этот день, давайте не огорчать друг друга, вы знаете, что кто у нас работает? Моха, а вот невеста. Вчера у нас один не работал, не хотел работать. Он, помню, я сидел на куче в корое, ему есть не было, купаться не было, отдыхать не было. Он просто сидел и смотрел. Ну, хотя я спрошу, кто это вчера был у нас? Устал сидеть? Только иди сюда, посмотрите на него. Прятаться еще будешь за щурку с дровами? Не прятался. Не прятался. А кто прятался? Другой кто-то был. Сампорт ходил. А, вот так-то. Сейчас начинаем работать. До завтрака у нас положена работа. Кто бы ни был, на какой работе днем не работал, но утром мы обязаны для лагеря отдать до завтрака, и после завтрака 40 минут, и потом только расходимся. Так, проходите, берите пилы, начинаем пилить все до одного. Пите, берите пилы. Валерий Курас 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 Валерий Курас